Говори. Дорогие друзья, всем привет. На ваших экранах две пирамидки. Одна из них фирмы MoFang, вторая фирмы MoYu. И сегодня я начинаю свою новую рубрику, которая будет называться Головоломка дня. В этой рубрике я буду делать сравнительный анализ некоторых головоломок, делать какие-то выводы, что-то вам рекомендовать, что-то не рекомендовать и так далее. Начал я анализировать головоломки вот с этих двух ярких и конкурирующих друг с другом фирм. Одна более известная фирма MoYu, вторая пока еще не так широко популярна, фирма MoFang. Решил начать именно с них, потому что пирамидка это головоломка, которую почему-то я все время обходил стороной. Точнее, внимания ей не уделял в достаточной степени. А сегодня уделю в полной мере. Итак, две пирамидки, самые лучшие на свете. Остальное все стоит немножко как бы позади. Под всем остальным я имею в виду пирамидку фирмы Dayan, пирамидку фирмы Shengshou. Ну и совсем далеко позади стоит пирамидка фирмы QJ. А вот эти две пирамидки на данный момент конкурируют друг с другом за звание самой лучшей пирамидки, изобретенной человечеством. Итак, давайте проанализируем внешние данные этих пирамидок. Сразу бросается в глаза одно преимущество MoFang. Это значит, что наклейки не отлетят, не обдерутся, чего нельзя сказать про пирамидку фирмы MoYu. К сожалению, MoYu пока еще не выпускает пирамидок из цветного пластика. А MoFang делает на этом свою основную ставку. Еще одним важным отличием этих пирамидок является размер вот этой вот дырочки, вот этого отверстия посередине. Обратите внимание, вот это отверстие на пирамидке фирмы MoFang значительно больше, что, естественно, позволяет этой пирамидке гораздо лучше резать углы. Резка углов здесь просто отменная. Чего не скажешь об обратной резке углов. Ну, если сделать угол чуть меньше, то я думаю, нет, все равно не получается. Теперь посмотрим, что же будет с MoYu. Ага, не режет. Такой же угол, примерно, наверное, 25-30 градусов я сделал. Она не срезала. А сколько срежет? Ну, 15 срежет. Что касается обратной резки углов, здесь тоже очевидные проблемы. Что касается других внешних данных, например, размера. Чисто внешне кажется, что они одинаковые. Но на самом деле на пару миллиметров, а может быть и не на пару, да нет, на пару миллиметров, пирамидка от MoYu все-таки побольше, чем ее конкурент от фирмы MoFang. Но чисто по тактильным ощущениям это вообще незаметно. Пирамидки сидят в руках абсолютно одинаково комфортно. Сейчас я сделал 6 пиф-пафов на одной пирамидке, сделаю 6 пиф-пафов на другой пирамидке. Но это я не демонстрировал свою скорость, которая у меня, к слову, не очень-то и большая. Я просто показывал вам, насколько удобно они обе сидят в руках. Ну, естественно, движения на обеих пирамидках мягкие, плавные, в отличие от того же Даяна, Шэнк Шоу или Кью Джея. И, что самое интересное, они четко фиксируются. То есть неконтролируемых пирамидок от фирмы MoYu и MoFang не бывает, потому что каждое движение заканчивается определенным щелчком. Почему этот щелчок происходит на пирамидке фирмы MoYu? Потому что есть вот такой вот подшипник, который попадает в некое отверстие, находящееся на этом реберном элементе, и таким образом фиксирует головоломку в нужном положении. Примерно такая же схема происходит и на углах. То есть если мы чуть сильнее, чем надо, крутанем уголок, он все равно будет зафиксирован на нужном и удобном для нас положении. Что касается пирамидки фирмы MoFang. Вот этого подшипника здесь нет, но она все равно четко фиксируется, точно так же. Точно так же каждый ход, каждое движение на этой пирамидке фиксируется каким-то щелчком. Вы, наверное, можете его слышать. Еще раз прислушайтесь. Есть щелчок в конце. То есть таким образом прокрутить и сделать там ход как бы так серединка на половинку не получится при всем желании. За счет чего это происходит на этой пирамидке, я не знаю. Нужно внимательнее изучить ее строение. Абсолютно идентичная ситуация с углами. То есть недоворот или передоворот маловероятен. Давайте теперь углубимся в изучение строения этих головоломок и вытащим несколько реберных элементов. И сравним, что же тут происходит и чем они друг от друга отличаются. Итак, сейчас я вытащил два ребра из пирамидки фирмы MoFang. Точнее уже три ребра. И сейчас вытащу три ребра из пирамидки фирмы MoFang. Сразу скажу, что вытащить ребро из пирамидки MoFang мне показалось гораздо легче, чем из пирамидки фирмы MoFang. Итак, сравниваем реберные элементы друг с другом. Ну, как я уже сказал, детальки фирмы MoFang от пирамидки чуть-чуть больше, чем детальки пирамидки фирмы MoFang. Что касается вот этих вот блокираторов. Мне кажется, что... Напоминают они мне по форме какую-то лодочку. И в случае с MoFang, и в случае с MoFang. Но в случае с MoFang эта лодочка чуть-чуть пошире. Обратите внимание. Соответственно, это говорит о чем? О том, что вероятность попа на пирамидке фирмы MoFang чуть-чуть поменьше, чем вероятность попа на пирамидке фирмы MoFang. И еще особенностью MoFang в данном случае является вот эта вот дырочка, в которую и входит вот этот подшипник. Который и фиксирует пирамидку в нужном для нас положении. И еще есть вот такие вот маленькие-маленькие срезы. Я, если честно, пока что не понял, для чего нужны эти срезы. Мне кажется, вот эта особенность строения... Вот эта особенность строения, наверное, как-то состыковывает их с центральными и угловыми элементами. Таким образом, делая пирамидку более прочной и противостоящей так называемым попам. Для тех, кто не знает, что такое поп, это момент, когда пирамидка рассыпается у вас в руках. Но вообще, вот эти обе пирамидки достаточно хорошо сконструированы и вероятность попа минимальная в случае с этими головоломками. Здесь пирамидка делится явно на две составные части, но разделять я ее, разрывать на мелкие кусочки, конечно, сейчас не буду, потому что в этом нет никакого смысла. Здесь же, мне кажется, вся эта конструкция монолитная. Да, абсолютно монолитная. То есть, ребро пирамидки фирмы Мою сделано из одного куска пластмассы, в то время как вот это ребро сделано из двух кусков пластмассы. Ну, в общем-то, с ребрами мы с вами разобрались, поняли отличия. То есть, основным отличием является то, что у Мофанга лодочка чуть пошире, таким образом она сидит крепче, поэтому именно мне тяжелее было ее вытащить из пирамидки. Здесь лодочка чуть поменьше, но при этом есть вот такие вот отверстия для подшипников, для фиксации и еще вот такие вот срезы. Для чего они нужны, я не совсем понял, если честно. Давайте теперь поговорим об угловых элементах. Во-первых, как они крутятся. Раньше мне встречались бракованные пирамидки фирмы Мою, на которых уголочки либо не крутились вообще, либо прокручивались. Но давно я такого не встречал, и мне кажется, этот брак уже фирма Мою ликвидировала. Поэтому теперь на всех пирамидках этой фирмы с уголками все в порядке. И они крутятся так, как и должны крутиться. Я попробую его вытащить, снять. Обратите внимание, тут еще один подшипник. Сейчас, я надеюсь, это видно в камере. Вот этот подшипник, когда я начинаю делать движение, он садится туда, вовнутрь. А когда я заканчиваю его делать, он вылазит. И вот теперь мне удалось снять уголочек. Он просто вот так вот легко одевается и легко снимается. Но на скорость сборки это никак не влияет абсолютно. И он, в принципе, никогда не вылетит сам. Потому что, чтобы его отсюда вытащить, нужно хоть какие-то минимальные усилия, но сделать. Вот сейчас у меня, например, уже не получается его вытащить. Хотя только что получалось достаточно легко. Давайте посмотрим, что происходит на пирамидке фирмы MoFank. Можно ли здесь так просто вытащить уголок? Мне кажется, что нет. Но зато здесь целых, смотрите, целых три подшипника. Со всех сторон подшипники. И здесь, и здесь, и с той стороны. И вот эти подшипники точно так же фиксируют положение уголка. Упрощая процесс сборки этой головоломки. То есть, за счет этих трех подшипников мы с вами не должны задумываться о том, что как-нибудь неудачно в каком-нибудь вот таком состоянии оставим уголочек. Или что вместо хода U случайно сделаем U2. Об этом тоже можем не беспокоиться. Обратите внимание, у фирмы MoYu крестовина синяя. Это традиционно для фирмы MoYu. В случае с пирамидкой фирмы MoFang крестовина зеленого цвета. А вот внутри пластик белого цвета. Притом такого какого-то немножко прозрачно-белого, что ли. Снег напоминает. Вот такое ощущение. И даже когда палец кладешь сюда, кажется, что вот эта штука мягкая внутри. Но на самом деле она жесткая и скользкая. Что позволяет пирамидке вращаться с максимальной скоростью. Если, конечно, смазать эти головоломки смазкой Maru, то скоростной эффект и удовольствие, которое вы будете получать от сборки, будет максимальным. В общем, ну из всего того, что я сейчас сказал, хочется сделать какие-то выводы. Я, в принципе, думаю, что вы сделаете их сами, без моей помощи. Но все-таки свое мнение по поводу этих пирамидок выскажу. Если бы я выбирал между этими двумя штуковинами, я бы однозначно выбрал пирамидку фирмы MoFang. Объясню почему. Потому что, во-первых, она сделана из цветного пластика, в то время как пирамидка MoYu идет с наклейками. Во-вторых, резка углов, на мой взгляд, здесь чуть-чуть лучше. Хотя, все-таки резка углов это не самый главный показатель для меня. Ну и самый главный показатель это ценовая политика фирмы MoYu и ценовая политика фирмы MoFang. Пирамидка фирмы MoYu гораздо дороже. Поэтому мне кажется, что при вот этих характеристиках, относительно похожих друг на друга, да, то есть небольшая разница в кручении, небольшая разница в, скажем так, в скорости сборки. И то и то крутится достаточно быстро. И легко. Ощущение, что вы кота гладите, когда крутите эти головоломки в руках. Но с учетом того, что здесь есть два преимущества явных. Первое это цена, а второе это цветной пластик. Мой выбор это пирамидка фирмы MoFang. Но абсолютно ничего плохого я не могу сказать про пирамидку фирмы MoYu. Я считаю, что она заслуживает тех денег, которых она стоит. Ну и напоследок я, естественно, не могу не сделать две сборки. Сейчас перемешаю пирамидки. Ну и посмотрим, какая из сборок у меня будет быстрее, на какой из пирамидок. Ребят, есть у кого-то таймер? Можно попросить? Я. Отлично. Таймер немного не подходит к коврику, но ничего страшного. Начну с пирамидки фирмы MoYu. Я не мастер по сборке пирамидки, честно сказать. Посмотрим, что у меня из всего этого получится. 9.13. Это результат на пирамидке MoYu. Но стоит отметить, что был PLL скип. Ну что, теперь пирамидка MoFang. Итак, поехали. Ну и тут я уже капитально запутался. Ну, потому что не хватает у меня опыта сборки пирамидки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. То, что я ее собрал за 26 секунд, это совсем не говорит о том, что эта головоломка плохая. Просто я слишком плохой спидкубер и мало тренируюсь. Тем не менее, друзья, мой выбор именно за этой штуковиной. Но в то же время, как я уже сказал ранее, эта головоломка заслуживает того, чтобы считаться одной из лучших пирамидок, изобретенных человечеством. Ну вот, наверное, это и все, о чем я хотел сказать в этом видео. Не знаю, насколько профессиональным получился мой обзор. Все-таки я делаю это первый раз в жизни, поэтому вы уж строго не судите. И пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть. И также пишите о том, что я лишнего болтнул в этом обзоре. Не стесняйтесь, я обязательно прочитаю все ваши пожелания. И мой следующий обзор будет уже гораздо лучше. Обещаю. А теперь всем спасибо за внимание и до новых встреч.